Эта программа «Будьте здоровы!» вас приветствует Татьяна Ситникова. Сегодня, как всегда, новая тема, авторитетный гость, ваши вопросы, проблемные ситуации, ну и, конечно, советы специалиста. Ирина Николаевна Халявина, главный врач Кировской клинической стоматологической поликлиники в программе «Будьте здоровы!» Ирина Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! Пытаюсь поймать вашу улыбку, чтобы понять, что называется, как это говорят, сапожник без сапог или сапогами, да? Я думаю, что, ну, улыбка – это, наверное, визитная карточка вашей профессии, да? Я соглашусь с этим, да. И считаю, что человек, когда он счастлив, когда он здоров, он просто невольно воспроизводит эффект такого улыбчивого человека, а улыбка, она всегда притягивает. Я тут имею в виду белоснежную, здоровую улыбку в разговоре. С вами, наверное, такие акценты, верно? Здоровое слово будет гораздо правильнее и ключевым, что улыбка должна быть здоровой, потому что не всегда белоснежные зубы, это признак нашего здоровья, потому что сегодня такие высокие технологии, что даже на беззубую челюсть можно сделать белоснежную улыбку. Но это не говорит, что с этой улыбкой можно полноценно жевать, полноценно, так скажем, разговаривать. Не всегда бывают удачные, так скажем, стоматологические работы, поэтому пусть улыбка у нас будет просто здоровая. Хорошо, что на таком положительном моменте началась наша передача, наш разговор, тем более, что визы к стоматологу до сих пор напрягают людей, хотя я думаю, что уже совсем другие времена. Раньше было гораздо сложнее, страшнее. Я думаю, изменился подход сейчас. Люди как-то с лучшим настроением идут к стоматологу чаще. Вот такое понятие, как культура, уходы за полостью рта, наверное, все-таки входит в жизнь. Вот мне очень бы хотелось, чтобы наше население, население Кировской области, было более мотивировано на посещение стоматолога. Как показывает практика нашей жизни, все-таки чаще идут к стоматологу, когда возникает какая-то проблема. Когда прижимают. Да, когда возникает проблема. А на профилактические, так скажем, манипуляции, осмотры приходит опять же молодое поколение, которое все-таки научилось ухаживать за зубами, пусть не совсем правильно. Здесь опять должно быть участие специалистам, мы научим правильно чистить зубы. Но то, что они приходят не на фоне какого-то острого состояния, это уже радует. Ну вот я назвала этот термин, культура ухода за полостью рта. Не знаю, насколько он грамотен, но вот так вот мне приходит в голову. Если взять пятибалльную шкалу, какую бы оценку вы поставили кировчанам, пациентам? Полностью рта? Да. Но в большинстве своем это будет удовлетворительно. Ну, то есть три балла. Да, удовлетворительно. Люди, делайте вывод. Да, чтобы была белоснежная увлека. А сейчас к вопросам, которые вот интересно задать вам как главному врачу, какие чаще всего поступают от пациентов. Скажите, пожалуйста, вы сколько лет стоматологии? Давайте так прикинем. С 1989 года, когда я закончила Пермскую медицинскую академию, тогда он был Пермский медицинский институт, и приехала врачом-интерном в Кировскую область по распределению. Вот с этого периода, то есть больше 20 лет. Был какой-то принципиальный момент, что именно стоматология? Ну, когда я поработала в стоматологическом кабинете, был такой у меня жизненный период, я поняла, что действительно это раздел медицины, за ним будет будущее, в нем будут обязательно новые технологии, и мне очень хотелось людей сделать здоровыми и счастливыми. Вот, наверное, это было приоритетным, когда я выбрала стоматологический факультет. А в каком году вас главили, вот это у нас была городская, да, вот стоматология, Накарла Липпник, известная всему городу? Она была городская стоматологическая, просто поликлиника, до... В 2013 году? Да, в 2013 году у нас произошла реорганизация учреждений, и мы стали Кировской, добавила слово клиническая, потому что на нашей базе проходит практику студента стоматологической факультета Кировской государственной медицинской академии, и дальше стоматологическая поликлиника. Но это было, по-моему, на волне вот той оптимизации, какой-то перестручных моментов, точно? Ну да, это был такой первый шаг, скажем, первый шаг, но он был взвешен, выверенный, и основная цель, и в принципе она на сегодня как бы так себя уже оправдывает, это повысить качество оказания стоматологической помощи. То есть, когда качество высокое, значит, это основной критерий, это доступность. То есть, у учреждений на сегодня есть возможность создавать определенные, или так скажем, ранжировать специалистов, особенно, когда возникает летний период. Мы можем одного специалиста, если там кто-то ушел в отпуск, перекинуть в другое подразделение, там, с Попова, перекинуть на королепнихта, с королепнихта зубного врача, посадить на детский стоматологический прием. То есть, вот, самое приоритетное, это повышение качества через доступность. А раз будет доступно и будет качественно, значит, другой критерий, это уменьшение жалоб наших граждан на нашу... Они уже не оправдали себя этот шаг, оправдали, вы так считаете. Да, то есть, цель была в том, чтобы сократить еще и все непрофильные расходы, то есть, которые связаны были... Административные, насколько я понимаю. Верно, все правильно. Ну, и там, дальше остальные плюсы, это, предположим, то же самое, что система оплаты труда, даже хотите, должен быть все равно по городу Кирову единый прескурант в государственных учреждениях на платные стоматологические услуги. Что такого не было? Ну, и сейчас такого нет, потому что разные подразделения, разные стомат-кабинеты, но хотя бы в крупных подразделениях у нас сейчас единый прескурант. Ну, вот мне хотелось начать с этой отправной точки 2013 год, а давайте шагаем дальше. Вы затронули уже эту тему. Мы же говорили вот о проблемах, не первый год посещаем тоже, да, вот стоматолога. Всегда была вечная тема, это очередь, это взять талончик, это попасть к какому-то специалисту. Сейчас заработала мощная электронная регистратура, да, вот можно взять там табло у вас стоит электронное тоже, да, записаться. Удалось снять вот эту остроту проблемы? Вот честно скажу свое мнение, мне кажется, тут еще и проблем немало. Это какой-то парадокс. У меня вообще, по-моему, складывается мнение, что если мы, то есть что мы русские люди, как-то не можем жить без очередей. Все равно, даже если бы мы выкладывали талоны вечером, все равно приходили бы люди. И то, что какое-то такое мнение бытует, когда вот приходишь иногда, ну так были случаи, когда я приезжала рано в 5 часов. В очереди, да, по-прежнему? Да, уже сидят, да, но они считают, что вот они будут первыми, талон точно получат. Я считаю, что вот иногда эта очередь создается искусственно. И, конечно, на сегодня остроту проблемы снять не удается. Это для меня, как для организаторов здравоохранения, наверное, одна из главных программ и задач. Программа действия. Да, программа действия. Ну, нужно понимать, что, во-первых, не все четко понимают, вот как пользоваться этим ресурсом электронная регистратора. Когда пишут жалобы ко мне на нашу страничку, на нашу страничку нашей поликлиники, я потом пишу, что вот уже 3 недели не могу записаться. Я пытаюсь понять, каким образом человек пытался записаться. Связываясь по телефону, да, даже, говорит, учреждение не нашел. Подсказываю, как найти учреждение. То есть люди еще не умеют пользоваться этим ресурсом. А вот такую, так скажем, окошечко, как лист ожидания, он существует, причем не только для стоматолога, для других специалистов, они его вообще не видят. Вот если бы они записывались в лист ожидания, а мы это анализируем каждый день, я бы видела, где у нас страдает и какой регистратор не дорабатывает. А, к сожалению, вот, ну, не весь вот этот программный продукт, он работает в полном ресурсе, в полном резерве, и не умеют наши пациенты пользоваться. Кстати, вот, Руся, на мысль я тоже никогда не заглядываю в лист ожидания. Вот, попробуйте. Иногда так крепко выражаясь, думаю, да, боже мой, там 3 недели очередь или что-то записаться. То есть можно встать экстренно, да, чуть окошечко освободиться. Там вы просто оставите свою запись, лист ожидания, ваше желаемое время посещения того или иного специалиста. И наши регистраторы каждый вечер эту запись обрабатывают. Но если уж вечером большая нагрузка, то утром, рано утром на следующий день, то это обязательно проходит, потому что уже в 9 часов дня я обязательно загадываю и смотрю, как прошла обработка наших записей по всем, причем подразделениям. А вот вопрос, который пришел, существует какой-то день, неделя, например, когда выкладывается вот очередь, вот, ну, записи в некоторых поликлиниках именно так поступает? Ну, это в каждых учреждениях индивидуально, зависит от того, во-первых, нужно понимать, что вот сейчас идет период все-таки, ну, у нас в Кирове нет еще большой эпидемии, но все-таки эпидемический период по заболеваемости. Врачи, к сожалению, тоже имеют детей, тоже уходят на больничный, сами болеют. Поэтому мы немножко иногда маневрируем. Обычно мы выкладываем талоны в нашем учреждении, это в пятницу после обеда. Но на сегодня мы перешли на другое время, это мы сейчас выкладываем в понедельник, потому что обычно в понедельник утром в 6 часов поступают звонки, что кто-то заболел, кто-то не может выйти по каким-то причинам. Поэтому мы имеем возможность что-то откорректировать. А так, время выкладывания по нашему учреждению записи, это в пятницу вторая половина дня. Женя Николаевна, мы так углубились в эту тему, но вот правда часто задается вопрос, я думаю, жалобы, наверное, в ваш адрес поступают. Недоступность еще хочу сказать, что это, конечно же, второй момент, кроме того, что не все пользуются электронной регистраторой, второй момент, это дефицит кадров. Об этом мы говорим. Что все-таки есть? Все разбежались в частные? Я не скажу, что все разбежались в частные, просто действительно текучесть кадров существует, и это, так я скажу, физиологический процесс. Но это жизнь и жизнь, человек выбирает, в общем, детей плен. Кто-то уходит на пенсию, кто-то, извините, уходит в декрет, поэтому это не всегда куда-то у нас, он не убегает. Мы не будем говорить, извините, декрет, пусть уходит. Пусть уходит. Демографию нужно повышать. Да, поэтому нужно понимать, что дефицит кадров есть, и поэтому создать большую запись не представляется возможным. Этим тоже вот такая очередность, возникновение очередей тоже объясняется. Одно слово, острота, все-таки эта проблема не остается, но здесь, что называется, требуется встречное движение, грамотность самих пациентов, да, вот это раз, да, и возможности записи электронной регистратуры. Я могу прийти в регистратуре с утра, вот, если не, ну, знаете, люди пожилые, которые не могут пользоваться. У нас обязательно есть талоны, потому что мы пытались все выложить талоны в электронную регистратуру, но все-таки возрастное поколение, ну, и даже невозрастной иногда молодежь, поскольку мы живем в таком быстром темпе, что кто-то схватил ночью, кто-то даже не задумался, что это можно сделать. Поэтому утром у нас тоже в регистратуре мы оставляем талоны для того, чтобы обеспечить вот утреннюю запись, кто желает попасть в утреннюю часть. И еще, кстати, я говорила с вашими специалистами, есть такой момент. Иногда люди запишутся, а потом не приходят. И вот возникает то самое окно, которое бы пригодилось человеку, да, который действительно нуждается в оказании помощи. Здесь тоже давайте будем грамотны, да, и взаимно уважать друг друга. Поэтому мы сейчас запись четырех недель сократили до двух недель, потому что действительно вы правы, что если болит, то пациент идет к этому прямо сейчас. И через четыре недели, может, мы вообще им не будем востребованы. Поэтому мы сегодня не на четыре недели выкладываем расписание, а только на две. Ну что, шагаем дальше? Да. Вопросы есть следующего плана. Тоже очень актуальный вопрос. Ну, понятно, что сейчас огромное количество частных стоматологий, платные услуги, да, вот мы к этому привыкаем, они есть в каждом госучреждении. Но все-таки принцип, вот что можно получить по полису, а что можно получить на платной основе. И есть ведь такая же еще теория, что уж если платно, то мне поставят классную пломбу, там все выше пилотаж, да, а так, ну уж как придется. Вот справедливо это мнение, и вот какой принцип вот этих оказаний услуг, соотношение в госучреждениях? Ну, мнение-то, конечно, обывательское о том, что... Но оно есть, да? Но оно существует. Иногда, скажем, наши коллеги, врачи, несовершенно, ну, иногда несовершенно грамотно или безграмотно преподносят эту информацию, тем самым таким образом как бы склоняя пациентов на платные услуги или приглашая их в частные клиники. Да, бесплатная медицинская помощь – это, безусловно, приоритетное направление деятельности любого государственного учреждения, но нужно понимать, все, что заложено в программу госгарантий, особенно территории Кировской области, мы все осуществляем бесплатно. Все высокие технологии – это, конечно, уже платные услуги, и нужно понимать, что они помогают нашим учреждениям быть конкурентоспособными. То есть мы можем позволить себе внедрять эти же технологии по имплантации, те же технологии по безметалловой керамике, те же, скажем, новые методики в ортодонте, ну, и так далее, и тому подобное, для того, чтобы таким образом тоже привлекать пациентов на себя. Возможность выбора, кстати, да, тоже немаловажный сектор. За пациентом врачу главное грамотно составить программу лечения, а пациент уже имеет право выбрать. А то, что материалы какие-то более современные, у нас все материалы современные, и, поверьте, даже если мы работали в советский период минеральными цементами, они у нас и сейчас есть, и во всем мире они есть, и в Германии, и, так скажем, в Италии есть минеральные цементы. Но, как говорится, что одна мучка, но разные ручки, поэтому нужно понимать, что все-таки со счетов профессионализм врача, его возможность владеть разными технологиями, вот это и подчеркивает его, скажем, высокую квалификацию. То есть он должен это делать. Ну, а все-таки, если взять в процентном соотношении, вот есть какие-то, например, правила, такое количество платных услуг, а такое полисных, или нет такой градации? Нет, у нас такой градации нет, но если считать по доходам, то, например, у нас где-то 50 на 50, потому что, во-первых, у нас очень большое, среди всех государственных учреждений города, большое ортопедическое отделение, то есть это зубопротезирование. Поэтому большая часть дохода по платным услугам, это, конечно, приходится на долю зубного протезирования. А зубное протезирование, это непременно, это платное, да? Это платное, да. Кстати, очень хорошо, что в этом году в территориальную программу четко написано, что зубопротезирование не входит, потому что раньше это было слово, там, ортопедическое лечение, и кто-то понимал это двузмачно, то есть как-то неоднозначно все это читалось нашими пациентами, сегодня четко прописано, что зубное протезирование в программу ОМС не входит. Ну, поэтому немножко не совсем богато, наверное, так скажем, наше область, чтобы оно затратно. Вопрос о том, сколько это стоит, да, вы мне до этого задавали вопрос. Хочу сказать, что металлокерамическая коронка в среднем по городу и по области стоит 5-6 тысяч. В нашем учреждении такая же цена. Полный съемный протез, он стоит в пределах 7-8 тысяч. Эта цена может варьировать в зависимости от клиник частных, в районе области. Понятно, вы найдете полный съемный протез, может быть, и гораздо дешевле. Но, в принципе, у нас получилось так, как исторически в городе сложилось, что я даже нисколько не преувеличиваю, что цены на стоматологические услуги в городе все равно исходят от государственных учреждений. Потому что наша цена, все-таки на услугу, она очень экономически выверена, она такая, скажем, правильная, рассчитанная. Да, более просчитанная. Поэтому вот примерно вот такие цены. А уже частные клиники, в зависимости от того, насколько они могут заложить свою рентабельность или насколько их фантазии хватит, они уже закладывают следующую цену. Ну вот в разговоре вы очень четко сказали, вот человеческий фактор, да, золотые ручки, вот доктор. Ну каждый из нас, кто был, доктор это ценит и понимает этот момент. Вас смущает, что такое большое количество частных клиник вот открылось, именно стоматологического направления? Может быть идет отток кадров или наоборот это вот тот момент конкуренции, что называется, бодрение, когда вот не застоишься, а будешь развиваться? Или может быть этот фактор сильнее играет в такой ситуации? Но если говорить о том, что, боюсь, в плане того, что они более конкурентоспособны или нет, забирают... Придения должны быть более гибкими, а вот так такая идея. Оно все равно по количеству предоставляемых услуг конкуренцию ни одна частная клиника нам не составит, потому что вот самое максимальное количество, которое предоставляет стоматологический услуг, это все-таки государственные клиники. Мы все равно работаем для, так скажем, потребителя наших услуг от разного ранга. То есть мы можем предложить и комплексные услуги, мы можем предложить эти репетиционные мероприятия в виде физиолечения. Мы лечим, принимаем пациентов и лечим под наркозом. У нас работает центр поврожденной патологии. То есть вот такого спектра услуг нет ни в одной частной клинике. Поэтому в плане того, что они нам составляют какую-то конкуренцию, я этого не боюсь. А сказать, что уходят туда лучше, честно говорю, это не так. Потому что все-таки люди, которые становятся лучшими, им имя, им имидж их все-таки формируют с годами государственного учреждения. Да, они могут совмещать в других клиниках. Но чтобы уйти совсем, нет, у них все-таки, я вижу этих людей, у них высокое чувство гражданской ответственности, у них высокое чувство глубокой порядочности. Если хотите, даже благодарности за то, что они достигли таких успехов на государственной работе. Ну, может быть, это и есть фирменная почта к вязкой стоматологии, да? Я соглашусь с этим. Да, вот так должно звучать. У нас совершенно немного остается времени в эфире. Я задам вопрос, конечно же, из почты. Вот, вы знаете, была привязка по месту жительства, например, обращения в поликлинику. Сейчас, мне задали этот вопрос, я затруднилась ответить. Переадресую профессионалу. Если, например, я живу в одном конце города, а мне хочется обратиться на Карла Епнихтов, я считаю, что там лучший специалист. Я со своим полисом могу свободно прийти или здесь какие-то проблемы? Я заявляю открыто о том, что у нас никакой участковости в стоматологии нет. Мы не привязаны к никаким участкам по месту жительства. Полис – это тот документ, который дает право гражданину выбрать не только медицинское учреждение, но и выбрать врача. Самое главное, чтобы вы получили этот заветный талон на прием в поликлинику. Вот еще иначе, и зря вы с этого. Придется вам поработать как главный врач в этом направлении. Мы очень стараемся, очень стараемся. На базе, вы тоже действительно вначале правильно сказали, что вы все-таки центр на решение технологий, возможности стажировки, может быть, я предполагаю, наверное, есть у ваших специалистов. Мы обязательно ежегодно отправляем специалистов. Понятно, что инициатива исходит из них, от них, вернее. То есть у нас есть техники, которые учились в Германии. Есть врач гигиенистоматологический, который прошел стажировку в центре профгигиене АКТА. Это Голландия. Нет, мы обязательно поддерживаем. То есть у нас бывает такая солидарная ответственность, то есть мы составляем, заключаем ученические договоры, какую-то часть их поездки, безусловно, мы оплачиваем. Поэтому мы учились терапевт у нас в Италии, хирурги у нас ездили в Израиль. Поэтому тот, кто хочет развиваться, вкладывая в себя, и мы в него вкладываем, безусловно, потом он у нас работает. А все-таки куда шагает стоматология настолько стремительно? Как Вы считаете, какое это будущее? Будет у будущих проблемы с зубами, или вот все будет идеально, как-то мы научимся все это быстро решать? Нет, ну чтобы все было идеально, это должны пройти десятилетия. Потому что, к сожалению, система профилактической стоматологии был такой период, что она сошла на нет. И мне очень хочется верить, что ту программу, социально-здоровительную программу, которую мы запустили благодаря поддержке нашего Министерства здравоохранения, это ее увеличится зубная щетка, она все-таки поможет нам. Это когда здесь класса, да, идет история. Да, мы попытаемся через родителей, через школу, через дошкольные учреждения. Самая главная цель этой программы – привить навыки по уходу за зубами, за полостью рта, чтобы это было регулярной, систематической и правильной привычкой у наших детей, которые потом станут взрослыми. Ирина Николаевна, стремительно прошло время. У меня еще, конечно, масса вопросов. Оставим до следующей встречи? Да, обязательно оставим. Но можно воспользоваться случаем, поскольку впереди отмечаться будет Международный день стоматолога 9 февраля. И вот пользуясь случаем, мне хочется всех стоматологов, вообще всю стоматологическую общественность нашей Кировской области поздравить с наступающим нашим днем и, конечно, пожелать здоровья, в первую очередь, чтобы чаще стоматологи тоже улыбались и всем удачи. Буду знать, вот честное слово, не знала, что есть День стоматолога. 9 февраля. 9 февраля. Ну, позвольте вас поздравить, я поздравляю, я думаю, что от всех нас, Ирину Николаевну Халявину, главного врача Кировской клинической стоматологической поликлиники со слепительной красивой улыбкой и большого профессионала своего дела. Примите такой комплимент. Спасибо за комплимент. Удачи в делах. Всего хорошего. Всего.